Надо сказать, что завтуливаем мы с натягом. Вот у нас стулка, пока без сварки вот это выглядит. Завтулили прям с хорошим натягом, туда мы ее запрессовали, на холодную посадили. Надо сказать, что у данной балки есть проблема такая, что вот здесь регулировочные шайбы стоят и они вот уже подъели плоскость и она как бы пока непонятная относительно горизонтали, как она, относительно вот непонятно какая у нее плоскость. Но в данном случае у нас сохранилась вот эта рисочка и вот эта рисочка, вот здесь видно вырубка шайбы и мы соответственно эти риски они заводские, мы их сейчас зачистили, чтобы сварочный шоу был хороший красивый и потом когда мы будем выставляться, после сварки мы вот будем выставляться опять же на эти плоскости. В данном случае мы все углы сохраним, все будет чинно, мирно и благородно. Еще один немаловажный аспект при изготовлении и ремонте данной балки это хорошая сварка. Мы варим аргоном вот такой вот шов получается, естественно вся эта площадка зачистится, чтобы придать плоскость, чтобы потом мастера могли правильно выставить по углам, по плоскости, по всему. Мы делаем каким образом? Завтулились, обвариваем с одной и с другой стороны и только потом, когда уже все обварено, мы растачиваем вот это отверстие под палец и соответственно потом уже ровняем эту плоскость и другое. Мы варим аргоном, почему? Потому что, во-первых, провар у аргона гораздо глубже в области сочленения втулки и балки и соответственно так как мы потом еще делаем плоскость здесь, зачищаем, то есть мы сварочный шов весь убираем. Соответственно внутри провар намного больше, чем, допустим, у любого, у любого вида сварки полуавтомата или это во-первых, а во-вторых, ну просто это эстетично, меньше шлака, то есть шлака вообще нету, ничего не нужно зачищать, вот делается это быстро, одна минута, одна сторона, в общем-то советую всем работать с аргоном. И надо сказать еще, что размер втулки у нас на полмиллиметра выше, чем размер балки, соответственно на полмиллиметр у нас выглядывает с этой стороны и с той стороны. Это как раз таки на то, чтобы у нас металл, когда подплавится, вот мы смогли, скажем так, понятно, что мы еще используем присадочный пруток, чтобы мы смогли снивелировать вот это вот, ну все, скажем так, недостатки любой сварки, вот и когда ты фрезеруешь уже потом всю плоскость, то есть мы затрагиваем и эту плоскость, и эту плоскость, и сварочный шов. То есть мы не делаем, чтобы втулка у нас утопилась внутрь или втулка, чтобы была вровень, а именно чуть повыше. Тогда у нас при обработке фрезерной вот эта вся плоскость получается идеально красивой, но потом покажем. Собственно говоря, вот такая у нас поверхность получилась после того, как мы сняли все сварочные швы. Паровар очень глубокий, очень хороший, все-таки варим аргоном. Ну вот теперь эта плоскость, и вот эти плоскости у нас прям относительно друг друга идеально параллельны, ровные. Осталось что? Осталось расточить внутреннее отверстие под палец, вот у нас палец. Меримся мы, естественно, всем утромером. Вот. Плюс делаем две соточки. Заходит прям жестенько, четенько, не болтается ничего. И надо сказать, что пальцы бывают разные, по микрометру мы их замеряем. Бывает так, что с этой стороны, но вот берем палец номер один, помечаем его, и под него делаем это отверстие. И соответственно берем палец два, и соответственно здесь тоже самое абсолютно. Вот у нас палец номер два здесь лежит. Вот так вот мы меримся. Здесь же мы меримся внутромером. Меримся, проверяем. И все у нас ровно и четенько. Делаем уже балку не первую. Балка, наверное, не знаю, уже там 20-30 какая-нибудь. Сейчас ставим расточной инструмент, расточную головку и проходим 28 плюс две соточки. Поставили центроискатель, так как втулку мы точили сами. Знаем ее размер, что у нее цилиндрическая внутренняя часть фактически идеальная. И с точностью до сотки поставим центроискатель, с точностью до сотки. Так не особо видно, но везде на нулях. До одной сотки погрешность, в принципе, ну мы совсем в нуле выставили на самом деле. Стрелочки вообще не двигается, все в нулях. Все, сейчас центр поймали. Обнуляемся. Обнуляйся. Ага. И сейчас начнем растачивать. Вот такая поверхность у нас получается. Вот видно хорошо паровар. Эта плоскость. Сообразно этой плоскости на параллельках выставили. И они абсолютно друг к другу параллельны. Вот такое получается ремонтное состояние балки. Естественно, протачивали еще вот внутри. Зусем соберем. Внутри для клина. Вот палец. В данном случае получился здесь плюс три сотки. Так что готово. Балочка. Можно забирать.